Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 30. Наши лекции снимаются в редакции портала экзегет.ру. Особенностью 30-го псалма является то, что в нем дважды наблюдается переход от темы страданий к теме уверенности в Боге. Сначала со 2 по 9, в стихах со 2 по 9, а затем в стихах с 10 по 25. Трудно сказать, что было на самом деле. Был ли это повторный натиск врагов после некоторого затишья? Или автор псалма мысленно дважды возвращается к какой-то одной пережитой проблеме, чтобы во второй раз поразмыслить над ней более глубоко? В любом случае, это единый связанный текст. Это не два псалма, склеенных воедино. Будем ли мы рассматривать этот псалм как пересказ о двух трагедиях или об одной, это не важно. А важны те выводы, к которым приходит псалма «Перец». Первые стихи 30-го псалма являются основой также и для 70-го, написанного Давидом в старости. Фраза «В твою руку предаю дух мой» было сказано Иисусом Христом на кресте. Эти и другие примеры могут свидетельствовать о влиянии данного псалма на формирование других книг Библии. Притом, стихи из данного псалма, они появляются в других текстах не только как части молитв, но и как размышления над Божьим промыслом. Рассмотрим более детально текст стихи со 2 по 7. Как и в 17-м псалме, здесь звучат намеки на крепости и убежище в скалах, что может говорить о тех юных годах Давида, когда он скрывался бегством от Саула. И потом, в конечном итоге, какое-то время пережидал у филистимлян. Автор псалма осознает, что одного только убежища в скалах недостаточно для безопасной жизни. Ему нужен тот с большой буквы, кто выведет из вражеских сетей и будет по жизни путеводить. Псалмопевец не пытается быть убедительным в словах, но уповает на Божию праведность. Он беспокоится не столько о собственном посрамленном имени, сколько о добрым имени Божием. Он не пытается защитить в данном псалме свою невиновность, но надеется на избавление от Господа. Он ненавидит суетных идолов и уповает единственно на Господа. Действия Бога, описанные в стихах 8 и 9, напоминают сюжет из книги «Исход», по которой Господь увидел страдания, познал скорби, избавил из руки египтян и вывел на хорошую и пространную землю, где течет мед и молоко. Разница только в том, что по книге «Исход» речь идет о всем народе, а по псалму об его авторе в единственном числе. Понятие «бедствие» из данного псалма лучше было бы перевести как «угнетение», «каторга», «стесненное положение». Это слово могло обозначать египетский плен или железные оковы, которые налагались на заключенных, а в целом притеснение, стеснение со стороны врагов. Господь увидел стесненное положение псалмопевца и вывел его на просторное, пространное место. В следующих стихах, с 10 по 14, псалмопевец описывает свое угнетенное состояние. Краски сгущаются по мере движения от 10 к 13 стиху. Сначала описывается теснота души, затем печаль, телесное изнеможение, одиночество, доходящее до ощущения смертельной безнадежности. Его преследует ужас, поскольку, по слухам, враги сговариваются об убийстве. Подобное выражение «ужас со всех сторон» использует пророк Иеремия, когда описывает тот страх, который испытывает народ, когда на его шатры со всех сторон нападают враги. После описания бедствий автор в 15-19 стихах обращается к Богу с молитвой. Он подчеркивает особый статус своих отношений с Господом. «Мой Бог» и свою зависимость от Господа в Твоей руке. Выражение «дни мои» подчеркивает не только мимолетность жизни, но и тех невзгод, которые он сейчас переживает. «Поскольку дни мои в руке Божьей, значит, они не являются кармой или случайностью. Дни невзгод пройдут, и настанут безопасные времена, время благопотребное». Образ руки как власти и подчиненности связывает повествование псалма в единую цепь. В пятом стихе страдалец с надеждой вверял в себе все село Богу. «В руку Твою предаю дух мой». За словами 16 стиха «В руке Твоей дни мои» следует практическая просьба «Избавь меня от руки врагов». Псалмопевец желает жить в подчиненности у Бога, а не у язычников. Гонители бросают на него темные взгляды и отворачивают свои лица. В то же время, как Бог являет ему светлое лицо. Ибо, как сказано в ином псалме, «Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу». Светлое лицо Господа – это знак прощения. В стихах с 20 по 25 мы видим три пары стихов, каждый из которых имеет свою собственную тему. Первое. О тех благах, которые Господь приготовил боящимся его. Второе. О том, что псалмопевец стал причастником этих благ. Третье. Обращение к обществу израильскому. Призыв к мужеству и любви ко Господу. К Господу, который хранит верных и поступающим надменно воздается избытком. Эти стихи делают акцент, с одной стороны, на постепенности. «Благо есть у Господа, я на них надеюсь. Господь мне дает эти блага, я его прославляю в общине верных». А с другой стороны, эти же стихи делают акцент на ожидании. Время течет, все меняется. Настанут дни, когда Бог явит свое благо уповающим на Него. Стоит только набраться терпения. Как сказано у Исаии, «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Если в начале псалма речь шла о будущей помощи от Бога, «Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня», то в конце псалма надежда псалмопевца видится уже как бы исполнившийся. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. При этом эта ссылка на укрепленный город говорит нам о неком достоверном опыте исполнения Богом обещанного. Не просто на чувствах, на желании, чтобы исполнилось то, что хочется, а некое свидетельство, что действительно на молитву Бог дал ответ. Стих 23 – это личное признание в том, что паника и опрометчивые слова, отверженные от отчей твоих, были беспочвенными. Автор псалма, конечно, не рассчитывает, что после его молитвы все беды в одночасье исчезнут. Напротив, он призывает набраться мужество и терпение. Бог не оставит избранных своих, но даст сил храбро встретить все случающиеся невзгоды. После того, как Иисус Христос возвал с креста Отцу, «О, если бы ты благоволил пронести чашисью мимо Меня», мгновенного избавления не последовало. «Однако то, что явился Ему ангел с небес и укреплял Его, дает и нам надежду, что Бог не оставит своих детей. Любовь Бога к своим чадам более любви матери к своему ребенку. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» говорит пророк Исаия. «Но если бы она и забыла, что, конечно, невозможно, то я не забуду тебя», говорит Господь. В прославном богослужении Псалом 30-й входит в состав Великого Повечеря и представляет собой молитву верующего человека на сон грядущем, чтобы Господь сохранил получаемую Ему при отхождении ко сну жизнь и защитил немогущую в то время действовать душу Его от козни невидимых врагов, преимущественно избирающих ночное время для искушения и устрашения различными сновидениями. Кстати, эти слова «в руки Твои, Господи, предаю Дух мой» и входят в последнюю молитву, которая в молитвословах наших указывается. Вот есть целая серия стихов данного Псалма, которая упоминается в богослужении на сон грядущем, в частности, в повещении. Вот в надписании Псалма указывается имя Давида, начальнику хора Псалом Давида. И тем не менее мы видим некий внутренний конфликт при обновлении дома, конфликт в отношении этих слов. Храм называется в древнееврейском тексте разными словами. Он может называться словом «гейхаль» — «дворец», и может обозначаться понятием «дом». Допустим, там, «бейтаданай» — «дом Господень». Есть еще и общие слова, обозначающие святилище в целом, включая скинию и в целом святое место, например, там, «мешкан». Но в данном случае в еврейском тексте упоминается понятие «бейт». Если взять во внимание, что это типовой термин для обозначения здания храма, тогда мы уходим в конфликт. Давид храм не построил, а Псалом надписан именем Давида. Второй момент для потенциального конфликта. В данном Псаломе есть некое признание, самопризнание, что я во благоденствии моем говорил, не поколеблюсь вовек. Если мы посмотрим на жизнь благочестивого и исключительно богобоязненного Давида, который, особенно в молоде со своей, от кого только не претерпел, представить себе, что он во благоденствии своем, ну, как бы мы сказали по-русски, зажрался и забыл о Боге, очень трудно. Это не входит с его портретом, который мы встречаем в книгах царств. И на основании этого блаженный Феодорит, и потом после него многие исследователи говорят, что вероятно, что надписание Псалом Давида было более поздним. То есть первым надписанием было при обновлении, то есть при освящении храма, после совершения там каких-то торжественных богослужений. И вот два царя ветхозаветных, Языкия и Иоасия, особенно превозносятся пророками, как те, которые очистили храм от мерзостей предшествующих царей, при которых и Писание читалось редко, а порой бывает даже и вообще забывалось. Так что при Языкии была найдена книга закона. И такое впечатление, что до Языкии эту книгу закона вообще никто не читал согласно книгам царств. И так, следовательно, некое очищение храма от тех мерзостей, которые там были, плюс сама молитва Языкии, по которой он получил исцеление и продолжение жизни, побуждает нас думать, что здесь, скорее всего, не Давид, не авторство Давида. С другой стороны, есть достаточно большое тяготение, но сами образы, которые в этом псалме, относить к Давиду, потому что то, как в данном псалме описывается ликование, некий торжественный танец перед лицом Господа, ну уж больно напоминает то, как ликовал перед Господом Давид, играя на музыкальных инструментах или сопровождение музыкальных инструментов, в сопровождении торжественной процессии при возвращении ковчега от филистимлян. Так что идеи, идеи Давидовой, по сути своей, а вот в отношении датировки есть споры. Продолжение следует...